Вам нужно узнать характер Бога, но тут возникает вопрос качества. У копии более низкое качество. Узнайте Слово Божие. Проверите факты о пророках, библейские они или нет. Если вы не знаете Слово Божие, если вы не знаете характер Бога, то вы очень уязвимы. Если вы никогда не видели кроссовки Найки, то вы не сможете распознать подделку. А если вы не знаете характер Бога и Библию, то вы невероятно уязвимы перед людьми, которые говорят «Я верю». Все имеют право на мнение и убеждение, но это не значит, что все убеждения согласуются с Библией. Среди христиан существует такое мнение, что наше будущее ускользнуло у нас из рук. Я лично не считаю, что это правда. И вообще это противоречит Библии. В Слове Божьем сказано, что мы должны быть светом миру. Не наши обстоятельства определяют наши возможности, а присутствие всемогущего Бога в нашей жизни. Мы творим свое будущее. Если мы найдем свое место в жизни, мы не только обеспечим будущее для себя и семьи, но и сделаем этот мир лучшим. А вот что может делать с верой, это не означает, что порой мы не будем сталкиваться с трудностями, но мы не жертвы обстоятельств. Нам не стоит отчаиваться. Мы всегда можем иметь радость в Господе. Откройте Библию, откройте сердце и послушайте, чего ждет от нас Господь. Для начала хочу сказать, что Бог определил для нас роль быть стражами. В древности города защищали себя, возводя вокруг себя стену. Еще у города были ворота, которые контролировали доступ к городу. Ночью они были закрыты, чтобы защитить город от проблем и неприятностей. А на стену ставили стражи или часа. Они должны были бодрствовать, когда все остальные спали. Стражи выходили по сменам, и каждую ночь было несколько стражей. Задание стражи заключалось в том, чтобы быть на стороже и предупреждать о приближении угрозы, что позволяло подготовиться к атаке. Это было очень важное задание и огромная ответственность. Если стражи не смогли предупредить о приближающейся угрозе, то вина за проблему ложилась на них. Бог тоже использовал их в качестве примера. Он сказал, если мы, люди веры, не будем говорить к тьме и обману, которые унижают божьих людей, то он спросит с нас за это. Мы стражи на стене. У Исаия сказано, сторож, сколько ночи еще осталось? Сторож, сколько ночи еще осталось? На иврите, чтобы подчеркнуть какую-то мысль, вы ее дублируете. На нашем языке это не всегда заметно, но иногда это может звучать так, слушая, слушается. Это значит, слушайте внимательно, обратите пристальное внимание. И здесь стражи дважды спрашивают сторож, сколько ночи еще осталось? То есть, сколько еще до утра? Сторож отвечает, наступает утро, но ночь вернется. Если хотите еще раз спросить, возвращайтесь и спрашивайте. Стражи спрашивают, когда утро? А он отвечает, утро будет, но и ночь наступит еще раз. Если вы захотите узнать, какое сейчас время, то вам придется спрашивать снова и снова. Это не одноразовая акция, потому что все вокруг постоянно меняются, и нам нужно быть в курсе. Мы призваны быть стражами. И в прошлом месяце я дал вам четыре слова, которые мы периодически повторяем. Я рекомендую вам регулярно наблюдать за тем, что происходит в мире вокруг вас. Обращайте внимание, будьте в курсе событий. Не нужно заниматься этим часами, потому что так вы загоните себя в депрессию. Нескольких минут будет достаточно, но вам нужно обращать внимание на происходящее. Думайте о чем-то кроме себя, кроме своей семьи. Наблюдайте, думайте, пользуйтесь разумом, который дал вам Бог, а не просто принимайте то, что вам говорят. Не нужно бунтовать или быть агрессивным, но нужно наблюдать и думать, и тогда вы будете действовать и будете готовы. Бог призвал своих людей приносить разницу. Мы — соль и свет. Мы не просто собираемся в здание церкви, поем знакомые куплеты, слушаем проповедь, а потом идем и поступаем так же, кто не знает Бога. Мы призваны быть другими. Мы — стражи, и мы не можем ни смотреть, ни слушать, ни думать и ни действовать. У Матфея находится самое длинное пророчество Иисуса. Ему задали два вопроса, какими будут знамения конца света и его возвращения на землю. И он предоставил длинный список вещей, которые будут в мире, когда он вернется. Хочу зачитать вам лишь небольшой отрывок, это 24 глава, 11 стих. Появится много лжепророков, которые многих обманут. Давайте пока на этом остановимся. Многих людей пугает это высказывание, они начинают переживать и принимают решение игнорировать все пророчества. Я не могу отличить лжепророка от истинного, поэтому я лучше буду игнорировать всех. Не очень хороший выбор. В Библии пророки говорят не столько о предвкушении будущего, сколько правду о настоящем, что Бог думает об этом времени. То есть пророки неотделимы от библейской истины. Если вы не говорите истину, то вы лжепророк. Но не думайте об этом только в свете религии. Люди у власти, которые направляют ход жизни народа. Если они не говорят правду, то они тоже лжепророки, потому что какой-то другой дух, а не дух святой, побудил их оказывать такое влияние на людей. У нас может быть слишком узкое понимание этого вопроса. «Знается лучшую защиту от лжепророков?» Иисус сказал, что их будет много, не один, не двое, не несколько, а много. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И это предостережение Иисуса для нас. В этой главе Он больше всего говорит об обмане. Основной источник обмана — это лжепророки. Какая лучшая защита от обмана? Знать правду. Если вы знаете правду, вы неуязвимы. Вам нужно знать не просто о правде. Я много путешествовал и знаю, что во многих странах принято делать копии или подделки известных брендов. И на улице их можно купить в разы дешевле, чем оригинал. Как распознать подделку Найки? Это не сложный вопрос. Вам нужно знать, как выглядит оригинал. Если вы знаете, как выглядит оригинал, какое у него качество, если вы с ним знакомы, то вам несложно распознать плохую копию. Вы не боитесь копии. Вы не боитесь, что купите подделку, если вы знакомы с оригиналом. Тот же принцип работает и для нашей веры. Вам нужно узнать характер Бога. Но тут возникает вопрос качества. Узнайте, какой он на самом деле. Также вы можете определить разницу между оригиналом Гуччи и тем, что пошили где-то на фабрике в Лаверне или в Мерфисбера. Я случайно упомянул Лаверну. Не нужно присылать мне гневные письма. Я уверен, что Иисус любит Лаверну. Итак, вам нужно узнать характер Бога. Это вопрос качества. У копии более низкое качество. Узнайте Слово Божие. Проверяйте факты о пророках, библейские они или нет. Если вы не знаете Слово Божие, если вы не знаете характер Бога, то вы очень уязвимы. Если вы никогда не видели кроссовки Найки, то вы не сможете распознать подделку. А если вы не знаете характер Бога и Библию, то вы невероятно уязвимы перед людьми, которые говорят «Я верю». Они говорят «Я считаю». Все имеют право на мнение и убеждение. Но это не означает, что все убеждения согласуются с Библией. И я хочу повторить, что лжепророки — это не только религиозные деятели. А то, что вы стоите в церкви и используете религиозные термины, не делает вас истинным пророком. Лжепророки — это не только религиозные деятели, а любой, кто заявляет, что несет истину, но на самом деле обманывает. Влиятельные люди, которые уводят людей от Бога и благочестия. Пожалуйста, услышьте меня. Влиятельные люди, которые уводят людей от Бога и благочестия, какими бы известными и популярными они ни были. Это тоже лжепророки. Усвоите это, и это сделает вас менее уязвимыми перед их славой, богатством, известностью или еще чем-то, что они используют для оказания влияния. Почему я так говорю? Потому что ими управляет другой дух. И это не святой дух. Нам нужно стать более разборчивыми потребителями правды. Было время, когда правда ценилась более высоко, и тем, кто распространял информацию, можно было доверять проще, чем сегодня. Нам нужно стать более разборчивыми. Вы скажете, мне это не нравится. Я понимаю, но с этим нужно что-то делать. А если вы заметили, что сейчас мы совсем не там, где были полтора года назад, Бог делает что-то совершенно новое. Затем Иисус говорит, «И от умножения зла во многих охладеет любовь». Не в некоторых людях, а во многих. И в греческом языке несколько слов обозначают любовь. У нас это всего лишь одно слово. Вы можете любить рыбу и любить своих детей. Что-то не так в этом предложении. Это проблема нашего языка. Вы можете любить свою собаку и своих детей. Если собака ведет себя плохо, вы можете оставить ее во дворе. С детьми так нельзя. В греческом языке есть разные слова, обозначающие любовь. Есть слово для телесной любви, для братской любви, и даже для божественной любви. Именно это слово используется здесь. Когда Иисус говорит, «И от умножения зла во многих охладеет любовь», он имеет в виду сердца людей Божьих. А никак не безбожников и тех, кто не знает Бога. Любовь охладеет в сердцах Божьих людей. Мы с вами являемся свидетелями самого крутого спада в верховенстве права в истории. Беззаконие — это не только насилие, это также неуважение к верховенству права. Когда люди решают, что верховенство права слишком ограничивает их, они предпочитают дать дорогу злу и беззаконию. И мы начинаем отодвигать в сторону границы закона. Но ведь наша страна построена на законе. Мы всегда уважали верховенство права. И оно помогло нам. Оно стало лучшим фактором для продвижения равенства и справедливого отношения друг к другу. Не все было идеально, но... Благодаря этому мы пришли к тому, что стали жить лучше, чем любая другая страна в мире. Всех нас объединяет не наша общая этничность, а общий набор ценностей. Я повторю общий набор ценностей. Мы видим беспрецедентные случаи захвата власти через продвижение беззакония. Один из последних случаев — это предложение нашего Сената о том, чтобы наш Верховный суд был политизолированным, то есть чтобы там было нужное число людей, которые гарантировали бы результат, которого желает определенная группа людей. Мы много лет наблюдали за тем, как наш Верховный суд принимал многочисленные решения, которые выступали против христианского мировоззрения. Но мы не требовали, чтобы их закрыли или переформировали. Мы понимали, что это форма представительской власти. Они являются представителями большой группы людей, которая заставила нас опуститься на колени, когда 80 миллионов наших граждан проголосовало в поддержку абортов на любом сроке беременности. Церковь не может такое устраиваться. Нам нужно начать взывать к Богу. И когда предложили, чтобы наивысшая судебная власть в нашей стране стала политизолированной, это серьезный толчок в сторону беззакония и в сторону того, чтобы делать все, чего нам хочется. Еще один пример. Некоторые большие города отказываются подчиняться федеральному закону, но при этом требуют федерального финансирования. Это безумие. А еще у нас появились отделенные штаты. Это выражается во многом. Путаница с ковидом, непоследовательные действия. Я за науку. Я начинал свою карьеру в этой сфере. Мне нравятся научные методы и процессы. Но хорошая наука дает результаты. Если нет фактов, доказательств и результатов, то это не наука. Но после прихода этого вируса мы видим различные подходы в разных штатах, но это никак не отражается на жителях. Это не наука. Это что-то другое. Тут скорее все завязано на власти, деньгах и манипуляциях. Мы видим хаос на наших границах. Открывая ворота для потока иммигрантов, мы при этом игнорируем нужды многих граждан нашей страны. Это совсем не сострадание и уж точно не решение проблемы всемирной бедности. Пять миллиардов людей в мире живут на менее чем 10 долларов в день. По сравнению с этим, число людей, осаждающих наши границы, ничтожно мало. Так мы не сможем повлиять на всемирную бедность. Тут что-то другое. Это не проявление сострадания. Так мы разрушаем семьи и страны, из которых приезжают иммигранты, а также нарушаем покой наших собственных граждан. Школы, бизнесы, церкви остаются закрытыми из-за ковида. Но при этом мы собираем тысячи людей и закрываем их в тесных помещениях, а потом выпускаем их в массы. Это не логично. Мы видим восстания в различных городах нашей страны. Их обманчиво называют протестами. Если они сжигают здания, избивают людей, причиняют вред людям и имуществу, то это не протест, а массовые беспорядки. Они насмехаются над властью. Люди, участвующие в массовых беспорядках, еще и заявляют, что это не их вина, а кто-то другой виновен в том, что они так себя ведут. И такое поведение поощряется и даже поддерживается очень влиятельными людьми, которые финансируются корпоративной Америкой. Это немыслимо. Массовые перестрелки. В 21-м году они случаются каждый день. Каждый божий день. Массовые перестрелки. Это значит, что в перестрелке участвовало более четырех людей. В Индианаполисе погибли восемь человек. В Болдере – десять. В Атланте – восемь. В Оранжо, штат Калифорния – четыре человека. За этот год было уже 122 массовые перестрелки. Рост беззакония. А почему? Потому что от самых верхов до самых низов мы не уважаем верховенство права. Особенно очевидно это истребование прекратить финансирование полиции. И дело не в плохом характере полицейских. Если взять любую группу людей, состоящую из сотен тысяч, то там обязательно найдутся плохие люди. И мы должны быть будительными, чтобы убирать их. Но это можно сказать о любой профессии. Однако полиция представляет нечто важное. Они представляют верховенство права. Они представляют тех людей, которые ради нас подвергают себя опасности. И проявлять неуважение к полиции, и говорить, что мы заменим их социальными работниками – это бред. Это намеренная попытка сделать нас более уязвимыми. Когда на полицейских нападают или убивают их, это игнорируют, говоря, что это часть их работы. Мы не можем молчать. Мы должны выступать за верховенство права. Иисус предупреждал нас. Такое будет происходить, поэтому это никак не расходится с Писанием. В этот период христиане стали немного странными. Говорите с нами только о Библии. Я так и делаю. Иисус предупреждал нас, что так и будет. Но Он также сказал, что нам придется выстоять. А еще Он сказал, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Поэтому мы не можем сидеть в укрытии. У нас есть свое задание. Да, нам нужно быть рассудительными и принимать мудрые решения ради нашего здоровья и благополучия. Но у верующих обычно есть два ответа, и мне кажется, что оба они неудачные. Один ответ отражает отчаяние, подавленность и бессилие. Мы ничего не можем с этим поделать. Все дело в том, что наши надежды не в том месте. Мы думали, что правительство или политические органы защищают наше будущее. Друзья, технически это идолопоклонство. Бог защищает наше будущее. И Он не зависит от политической партии или лидера или правительства. Он может спасать через многих или через одного. Ему нужно, чтобы сердца Его людей были полностью обращены к Нему. Вот почему этот сезон дает нам уникальную возможность. Мы сидели в церкви, но что, если мы рассчитывали, что наше будущее зависит от кого-то, кроме Бога? Возможно, мы думали, что будущее наших детей гарантирует школы или различные секции, которые они посещают. Я не против всего этого, но только Бог является гарантом нашего будущего. Мы не настолько богаты или влиятельны, чтобы не полагаться на Бога. Мы не бессильны. Мы дети царя. А второй ответ, который я слышу еще чаще, это отношение отстранения, безучастности или равнодушия. Люди говорят, «Пастор, сейчас сложно выстоять». Сложно говорить истину или придерживаться библейских принципов. Не просто говорить истину. Я работаю или учусь в таком месте, где это не приветствуется. За это могут быть последствия. Правда? Простите, я, наверное, пропустил тот стих, где сказано, что мы должны стоять за истину, только если не будет последствий. Или выступать в поддержку Иисуса только на параде, а не тогда, когда кого-то это возмущает. Я постоянно слышу. Я хочу, чтобы это закончилось. Я устал от этого. Я тоже. Я тоже от этого устал. Я могу поддержать вас в скорбной молитве о тяготах жизни из-за различных изменений. Изменения — это всегда тяжело, но часто они того стоят. Мы не можем прийти к чему-то лучшему, пока не изменимся. Поэтому если у вас возникает искушение сказать, «Я хочу, чтобы все это закончилось», или «Мне нужно думать о себе и своей семье», сейчас кругом такая путаница, никому нельзя доверять, поэтому я буду думать о себе и о моей семье. Друзья, мы — тело Христа. Новый Завет мало что говорит об индивидуальном спасении отдельно от тела Христа. Сказано, что зрелыми мы становимся только вместе, поэтому не отчаивайтесь. Из-за беззакония или лжепророков, потому что еще есть люди, говорящие правду и подчиняющиеся прежде всего власти Бога, а потом и верховные власти в своей жизни, и именно они меняют наш мир и творят будущее. А у нас с вами есть задание. Знаете, в чем оно выражается? В том, чтобы мы стояли твердо. В послании Ефесиным 6 главе сказано, что мы участвуем в борцовском поединке. Это не борьба без правил, драка с соседом, или игра в борьбу с внуками. Мы боремся с духовными силами, с мы из-под небеси. А после сказано, что сделав все, что мы знаем, мы должны стоять. Мы стоим в силе Господа. Это не всегда легко. Иногда это вызывает досаду. Нам сложно стоять на месте. Когда-то я тренировал лошадей, и самое сложное — это научить лошадь стоять на месте. В лошадях очень много силы и энергии, поэтому стоять на месте им не нравится. Мне тоже. И я подозреваю, что и вам не просто терпеть и стоять на месте. Но иногда Бог желает, чтобы мы стояли на месте с силой, мужеством, верностью и миром Божьим сердцем. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы не были движимы страхом, или манипуляциями, или какой-то ложью, но чтобы вы смело стояли в силе Господа. Готовы? Тогда молимся. Отец, спасибо за Твое слово и за задачи, которые оно ставит перед нами. Мы не одиноки, мы не одни в этом мире. Мы живем не так, как нам хочется. Мы дети царя, и мы на задании от Твоего царства. Помоги нам стоять в Твоей силе, чтобы победа Иисуса была очевидна в нашей жизни. Спасибо за Твой мир, который хранит нас. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами, и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером. Помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Мы живем в беспрецедентное время нестабильности. Такого не было еще недавно. Но я верю, что народу Божьему не время бояться. Нам пора проявлять отвагу. Мы сделали сборник молитв. Мы пользуемся ими в нашей церкви. В них мы полагаемся на крест и на то, что он приносит в нашу жизнь. Мы не можем полагаться на политиков. Наше основание в кресте Иисуса Христа. Крест — это не только наша путевка на небеса, чтобы не оказаться в аду. Писание говорит, что через крест нам даровано все для жизни и благочестия. Эти молитвы помогут нам преодолеть страхи и тревоги. Мы не одни в этом мире. Через крест своего Сына Иисуса Бог сделал все, чтобы о нас позаботиться. Возьмите эти молитвы на вооружение. Молитесь ими каждый день. Через них Бог укрепит вас, вашу семью, ваших друзей, и вы почувствуете разницу. Мы вышлим вам сборник молитв в качестве благодарности за ваше пожертвование от 40 долларов и выше. Используйте эти молитвы, и вы увидите, как сила Божья изменит вашу жизнь. Книга пастора Аллена «Через крест» даст вам хороший старт. В книге вы найдете молитвы на 28 дней. Каждая из них основана на обетованиях, которые принадлежат нам через крест Христа. Эти молитвы укрепят вашу веру в этом меняющемся мире. А также мы вышлим вам в подарок брелок на ключи в виде креста из нержавеющей стали. Он послужит вам ежедневным напоминанием о силе креста. Сделайте заказ через сайт или по телефону, который вы видите на экране. Спасибо вам, что поддерживаете служение пастора Аллена Джексона. Мы изменяем этот мир вместе. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.